1.3. Чистая грузоподъемность. DWCC. Предположим, по каким-то причинам я не знаю свою константу или в ней не уверен. После получения приказа задания на рейс я должен рассчитать свою чистую грузоподъемность и ответить на вопрос, сколько груза я смогу взять на борт в этом рейсе, не притопив свою грузовую марку. Для этого я должен провести первую процедуру DS, Initial Survey, и точно определиться с вычитаемыми нагрузками. Это мы сделали, смотрите таблица 1, или смотрите урок с 1 по 10 этого курса. Для дальнейших расчетов не хватает константы, а балласт в расчетах участвовать не будет, так как я его откатаю. Первое. Рассчитывай мертвый запас, констант, которая равна Net Displacement минус Light Vessel. В результате в его вычислении 36,2 метрические тонны. Немного, но и судно небольшое. Где Net Displacement 1803,2 тонны – это чистое расчетное водоизмещение, взятое из таблицы IS. А Light Vessel 1767 тонны – это водоизмещение судно-порожнем, взятое из информации. Два. Рассчитываем чистую грозоподъемность – DWCC. DWCC минус DWAT минус все нагрузки и минус константа. В результате вычислений у меня получилось 1909,26 метрические тонны. Именно столько груза я могу взять в этом рейсе на борт, не притопив свою грузовую марку. Где DWCC – это D-2 Cargo Capacity – чистая грузоподъемность, то есть максимальная масса груза, которую может принять судно до максимальной осадки по грузовую марку. DWAT – 2180 тонн. Из информации – это D-Wate All Tonnage – общая или валовая грузоподъемность. Она величина постоянной и включает в себя, кроме полной массы груза, также суммарную массу членов судовой команды, съемного оборудования, судовых запасов и т.д. и т.п. Список нагрузок P-Oil бункера 15254, P-Lub Oil 16,7, P-Freshwater 16,8, P-Provision 3,5 тонны, константа 36,2, предоставлены на экране. Итак, мы вычислили чистую грузоподъемность DWCC – 1909,26 тонны – количество груза, которое я могу взять на борт в этом рейсе.